Девочки, отработала, сейчас выходила на балкон, у нас столько комаров, и так прохладно стало, комаров прям туча, туча, так на мне сейчас, где у меня окна открыты, короче, прохладно так стало, и я ищу свои тапки, где мои тапки? Во, мои тапки, в этих точно будет тепло, так, у Николь, по-моему, окно открыто, надо закрыть, а то комаров налетит, сегодня вообще какой-то магнитный буря, походу, вообще никак, опять я закрыла микрофон, блин, этот телефон взяла опять, Короче, никакая сегодня, как выжатый лимон, надо закрыть, у нее окно, у нас есть сетка, а у нее открыто, а то комаров налетит, потом будет визжать, как ушла, Пол восьмого, так доселе ее нет, где лазит, не знаю, а я, короче, обед сегодня не варила, Сережа вчерашний доел, а сейчас думаю, яичницу ему сделаю, столько яиц, надо же кому-то съедать, и пускай есть, это тоже еда, бутылки стоят, это с Польши, у Маруся пиво свое, у них там пиво варят, купила, стоит никто не пие еще, потом тоже там зашли в магазин, там столько всяких вен, я купила армянская, этот, гранат, не знаю, какой она, вкусная, невкусная, так, сейчас узнаю, что долго, что это, девочки, что долго узнать, как ее открыть-то, ой, ничего нельзя оставить, никакой кусочек еды, ничего, эти мошки достали уже, так, подожди, я не вижу, уже слепая сбинается, да, пока откроешь, уже ничего не выходит, где штопор, не знаю, что за вино, давай, давай, какой-то день, дур день сегодня, желание что-то делать вообще отсутствует, работает, работала и все, не знаю, что за гранат, вино, как вино, все на гадость, о, вкусная, сладкая, как я люблю, сладкая, армения, армения называется, так, хорошее вино, мне такое нравится, 11,5, по польску написано, по польску не писано, а какого года, год не стоит, что ли, не стоит год, хотела посмотреть, какого года, прикольное вино, так, пожарим яйцо, где он у нас, вкусненькое, даже ничего, ой, я даже чешется, видать, вина хотел, так, соль мне надо принести с кладовки, тут закончилась, сейчас смотрела передачу и актриса, ну, что помнит Екатерина Васильева была такая, ну, в смысле, была, ну, как актриса была, сейчас она уже не снимается, потому что постриг приняла, ушла в монашки, все, я знаю, что она служила там при церкви, работала, но все равно, благословение батюшки она, ой, чуть соль не рассыпала, она снималась, там эти деньги за съемки, за все она, конечно, там, сколько-то церкви отдавала, то все, пято-десят, а сейчас все, пустриг приняла, наверное, не будет больше сниматься, ушла в монастик, вот такие дела, тоже, сегодня смотрела одного ютубер, нашел какого-то бомжа, хотел этому бомжу помочь, ну, молодой такой, ну, пообщавшись с ним, он понял, что этому бомжу нахер никакая помощь не нужна, ну, там, принесите там водки, принесите там, пожрать, на улице спит, живет, а типа в какой-то центр ехать, или куда, он не хочет, тот говорит, ну, не хочет, значит, и живи на улице, ну, и дошел в церковь, а он, этот бомж напротив церкви, и говорит, короче, ну, тут у вас бездомный один лежит рядышком, если там типа будет возможность там, занести ему покушать, или что-то такое, в церковь зашел там одну женщину, говорит, она на него как глянула, говорит, что? и он, короче, говорит, не ходил я в церковь, и больше ходить не буду, разочаровался, там было православное, он заходил, говорит, разогнать эти все богадельни, только деньги собирают, и все, им пожертвуйте, а когда их просят пожертвовать, они не могут пожертвовать, им не хочется, но я тоже считаю, веришь в Бога, сиди дома, верь в Бога, и все, потому что столько случаев было, когда действительно смотришь, думаешь нахер, это церковь, вообще не церковь, и офигеваешь, все продалось, или в нашу вон эти церковь, где радужный флаг вывешали, туда жить по заповедям Божьим, лучше дома, потом я знаю таких людей, которые входят в другие церкви тоже, да что эти мошки везде, ой, пьяная я что ли, что-то голова закружилась, это, соберутся они, эти типа верующие, я любую веру уважаю, у меня вон тоже иконы висят, потому что Сергей же православный, Артем правда снимает у себя с комнаты, потому что у него другая вера, он такой в иконы не верит, ничего себе, то ли действительно погода дает магнитные бури, то ли вино дало, что-то у меня голова закружилась, хотя я сделала один глоток, про чё я, ну и короче, вот эти верующие соберутся, один раз ко мне приходила, и она мне начинает, одевается только в брендовые вещи она, она мне такие марки, рассказывала названия марок таких, что я даже не знаю такие, а они в церковь, ты что, с иголочки, и все в брендовые вещи, не дай бог пойти в каком-то, посудят сразу братья и сестры, я думаю, ни хера себе, машины у всех крутые, один перед другим, мама дорогая, думаю, ничего себе, лучше уж дома сидеть, а то в такую церковь ходить, денег не хватит, чтобы в брендовые вещи одеваться, так, сколько ему штук пожарить, хватит, наверное, столько, думаю, нет, не хочу я, так и он тоже в церковь зашел, она как глянула на него, он сразу все понял, что его ждут в этой церкви совсем с другим, никак не с тем, что он попросил, что такое, какие дела, я уже боюсь эти яйца вскрывать, вдруг опять что-то попадет, вроде эти они старые было, малышка, бубка попала, кстати, в нашей церкви сегодня на работу шла, тоже что-то происходит, какое-то действо, то ли конформационные у детей, все такие нарядные там стояли, то ли что, но в 6 часов вечера, они такие нарядные все там, и будний день, не знаю, что происходит, хоть дома, жарю, вот думаю, может канал сделать, кулинарный, больше глоток вина сделала, я такой пивака, офигеть, у Маруси вон были в Польше, я ни разу не это, не выпивала, а последний день, короче, она, ой, давай, давай, Аксанина говорит, нет, я за рулем, типа, Маруся, давай, Алена, ты, ты села, я выпила, сколько-то там стопок, но я думала, что я на другой день умру, как обычно это, бывает, не проснулась, а сама себе удивилась, думаю, что такое, не поняла, хоть ли чё, то ли там водка такая, то ли чё, золоток сделала, называется всё, пьяная, Серёжа придёт, пускай это пьёт, сейчас сыр накру, маленько, что-то Мартёма надо спросить у него, Артёме тоже говорю, ну висят иконы в доме, ну пускай висят, что-нибудь тебе мешает, ну веришь, ты там, другое у тебя там стоит в Библии, что там, не знаю, уйди, нет, надо снять, мне вот вообще мне нисколько не мешают, так, где у меня крышка, крышка где, короче, тот костюм, который я смотрела, в рекламе, он будет на следующей неделе, она будет сходить, о, нарисовалась, где у меня перец, а где вы, мадемуазель, были, до сих пор, до девяти часов у вас школа, нет, 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 круто, ты учишься, да, а, а, как, ну, а, а что, библиотека тоже, за девять часов открыта, а, автобус, шасси, да, шау, да, 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 неужели, да, я был срек, а срек, да, я не знаю, да, да, Нет, это не тебе. Как я могу покупать тебе, если я не знаю, надо тебе это или не надо? Это что такое? Такое платье. Такое я тоже хочу. В таку висит. Только это, там в рекламке еще было, которое наверх одевать с длинным рукавом, накидка. А в этом таку не привезли. Может, привезут. Иди купи. 17 ойра. Откуда я знаю? Ты будешь такое носить? Да ты в нем утонешь, оно длинное. У тебя ножки короткие. А за все кучит. Только вот купила. Футбол подела, он из Польши привезла. Угу. Теперь она это хочет. Я там знаю, какой размер тебе покупать. То она худеет, то она толстенее. Как мать. Худела, худела. Теперь расслабилась. Милых пусканий. Я поджарю и все. И пускай. Лопаю. Так, что хотела? Так, дойдет, наверное. Он не любит прям такие. Все, девочки, короче, пьяные. Пьяные. Ноги не держат, подкашиваются. Это знаете, что в России у Сережиного деда была медовуха. Ну, короче, давайте, говорит, вас угощу. Ну, давай. Пошел, взял такую 700-граммовую баночку, приносит полбаночки. Думаю, эй, на всю толпу. Ну, короче, ладно, думаю, это угостил. Угостить до этого. Что ты пьешь? Ну, вон, попробуй. Что там? Вино. Какое вино? С Польши я привозила. Это вкуснее? Вкуснее. Так ты сейчас выпьешь, ты забудешь сразу, что ты в голове учила. Я досуну их и смахну. Поэтому не надо. Ну, и, короче, налил он там по стопочке и все. Ноги не идут. Приехали. Так, окно не открывай вечером. У себя в комнате, может, комаров туча на улице. Господи. На хрена так пить-то? Я не... Это хэт с ритмом, что у меня сердце не пьется как надо. Я бы за гназу шайсы. Ты выкинешь эту футболку когда-нибудь, нет? Что? Ненормальная. Честное слово. Потому что ты гунчая, как эта. Лютая, лютая, как ненормальная. Все. Все. Придет с работой. Мы есть, что есть. Так что. Уже тоже не надо эту платью. Можно съесть и взять. Она такая приятная. На ощупь. Посмотрим. Девочки, привет! Сегодня пятница. Ой, у меня таблетка гавну в посудомойке. Дешевка какая-то. Надо таблетки другие купить. Она не растворилась. Сейчас тихо ржу в голос. Включила, пусть говорят. А там обсуждают, как Волочкова писает у себя во дворе. Под елочку. Все. Мир точно сошел с ума. Больше тем нет. Для обсуждения. Только как писают, когда люди под елкой. Прям такой ажиотаж. Ужас. Ужас, что делается. Как она могла у себя под елкой писать. Я вообще в шоке. Жесть. Собрали кучу народа. Обсуждают. Обсуждают, девочки, темы. Что нельзя писать под елочку у себя в огороде. И сфотали, главное. И выложили. Интернет. Кошмар, что делается. Кошмар. Просто кошмар. Так, сегодня пятница. Еще один рыбок, девочки. Еще один рыбок. Сила истекает, но мы берем себя в руки. И вперед на мингали. Надо. Надо. Как-то еще. Еще один денечек отработать надо. О! Яйцо Сережа съел вчера. Все. Всю сковороду съел. Ничего себе. Так. Стирку уже я закинула. Сейчас посудой разберусь. И можно будет ехать на работу. Все. Вчера уже сил просто не было выбирать кухню. Никаких прям сил. И надо бы в магазин. Надо бы. За продуктами. И надо уже, наверное, опять на кефир подсесть. Все надо. И лень. Никакого желания. Так что тема у меня с утра такая. Как Волочкова писает под елку. Ужас. Я в шоке. Это же глобальная проблема человечества. Всю жизнь под кусками писали. И ничего. И что? А что? Звезды. Разве не люди? Они не писают? И не какают? Кошмар какой-то. Заняться, что ли, им больше нечего. Обсудить им больше нечего, что ли. Просто. В мире столько трагедий всяких происходит. Катаклизмов. А они обсуждают, что писать под елкой нельзя. Елке это вредно. Кошмар. Так, так. Елочки, не писайте под елкой. Эта елка погибнет. Да. Вообще уже. Я думала, что я уже все видела, слышала. Но это вообще жесть. Ну, да. Ну, захотела бабе, приспичила. Приспичила. Думает, не добегу до дома. Пописаю тут. Нет? А тут уже папарацци снимает. Короче, я посмотрела первые минут 10. Думаю, ну, у вас в баню. У бабы позволено все. У нее деньги, у нее статус. Что хочет, то и делает. Какое вам дело, господи. Если и приспичила. Говорят же, пускай лопнет моя совесть, чем мочевой пузырь. Может, у нее этот случай и был. Может, у нее недержание. Она простудила. Мочевой. И чего теперь обсуждать это? Люди, вон, мрут в мире. Как будто обсудить-то нечего больше. Я в шоке. Это первый канал. Первый канал обсуждает такое. Мда. Ну, да ладно. Че? Ей только плюс. Лишний раз обсудят ее. Вот так вот начинается у меня утро. А потом приду и продолжается. Кто-то еще спит, а уже Алена. Работу работает. Так. Все. Погода хуже и хуже. Хуже и хуже. Еще сегодня отработали. А, мне же еще субботу к мамуле двери покрасить. Соседка ходит, которая курильщица, кашляет под окном. Вот так ляжешь спать. Окно у меня открытое. В грибе только заснешь, она пройдет своим кашлем со своей собакой. Все, сон перебила. И вот, блин, здесь нельзя. У нас специальная виза, площадка, где собаками гулять. Нет, им жалеть, куда дойти. Они своих волкодавов здесь под окном выгуливают. И гадят они тут. Гадят, хреновый. Так. Затруйки помыли. Сережа термос. Замечу. Сейчас он постираем. Ну все. Оп, стоп. Все, можно идти на работу. Все, летим. Все, летим.